Для изготовления нашего чудо-декера нам нужны следующие материалы. Две линейки, желательно деревянные, потому что они совершенно не деформируются, отлично держат форму, а две штуки вместе они вообще никогда не согнутся, в отличие от железных. Скрепки. Скрепки нужны, треугольные, такие вот. Круглые не подойдут, ну, можно, собственно, и круглые, но смотрите, чтобы они были маленькие, их придется немножко подгибать, чтобы они хорошо лежали на иголках. Кусачки, потому что мы будем откусывать кусочки скрепки. Маленький листик бумаги, на котором будем скрепки крепить, собственно, в размер линеек. И либо клей-момент-кристалл, который прозрачный, чтобы это было эстетично выглядело. Или клеевой пистолет, у кого что есть, кто чем может пользоваться. Вот такие вот, собственно, материалы нужны. Ну и сама вязальная машина. Сейчас мы поставим вязальную машину и начнем делать декер. Вязальная машина нам нужна для того, чтобы мы четко определили расстояние между иголками, потому что у каждой машины разного класса разное расстояние между иголками. Итак, определяем количество иголок, которые нам нужны. Вот количество игол по линейке. Я беру маленькую линейку, чтобы было видно. На самом деле, возьмете 50 см, будет 50 см. Возьмете больше, у вас хоть на всю машину делаете, если возьмете планки, какие-то они линейки. Видите, это достаточно универсальная вещь, можно делать под любые размеры, тем и хорошо. Так, вот такого размера прекрасно подойдет. Количество игол выдвинули. Теперь беру скрепки и определяюсь. Навешиваю эти скрепочки. Видите, можно, в принципе, и так оставить, и скрепить эти скрепки между собой. Но вот эта часть, сейчас покажу поближе. Вот эта часть, которая здесь вот, видите, они между собой очень толсто лежат. Вот эта вот толщина нам совершенно ни к чему. Поэтому сейчас мы определяемся, какой стороной мы будем делать скрепки. Верхний или нижний. Нижняя, видите, она еще и загибается. Верхняя прямая. Можно верхней, потому что она прекрасно ложится на линейку. Вот так вот будет торчать. Мы ее подгибаем по размеру. И у нас вот такие очень аккуратные петелечки получаются. Как раз на иглу. Видите, рядышком они лежат. На иглу ложатся. Поэтому берем нужное количество игл. Посчитали иглы, сколько у нас получается на длину линейки. И подрезаем скрепку. Берем скрепку. И кусачками отрезаем лишнюю. Вот это лишнее. В принципе, можно и эту часть отрезать, чтобы она не мешала. Вот мы отрезали лишнее. У меня получилась вот такая вот заготовка для декера. Можно немножко поджать. Оно прекрасно ложится на петлю. Видите, в таком виде. Не грубо скрепка. А вот такая вот тоненькая петелечка. Делаю вот таких петелечек столько, сколько мне нужно по длине линейки. Вот. Все скрепки подрезаны. И навешаны на ширину линейки. Вот такой декер. У меня получилось вот столько скрепок. У вас будет другая линейка. У вас будет другое количество. После того, как мы на каждую иголочку навесили заготовку. Видите, я их даже поджала посильнее. Вот так вот. Они, чтобы получили совсем тоненькие петельки. В случае необходимости они могут даже между колками пройти. Круглые скрепки вот так деформировать, чтобы они хорошо легли, будет очень сложно. Поэтому берите вот такие треугольные, как я вам показала. Теперь очень аккуратно, потому что все это магнитится, падает. Двигаете все эти скрепки одновременно так, чтобы они уперлись в станину, но только-только до нее дотронулись. У меня вот здесь должна быть четкая, очень ровная линия, потому что сейчас я эти скрепки буду соединять. Вы понимаете, что я их навесила на машину, для того, чтобы они мне выровняли и длину, и расстояние между иголками, и высоту. То есть они идеально лягут. Сейчас берем клей, полосочку бумаги и очень толсто намазываем клеем, для того, чтобы мне вот это все прихватить одновременно. Все эти иголочки. Поэтому сейчас толсто-толсто намазываю клеем, чтобы и даю чуть-чуть подсохнуть, только чтобы он не истекал. И прилепляю изнутри вот эти вот все скрепки к листочку бумаги с клеем. Так, прямо на машину здесь кладу. Вот мой листик. Вот клей. И жирно-жирно вот так вот намазываю. Чтобы не прихватить все-все скрепки сразу. Если вы будете пользоваться клеевым пистолетом, вы можете подложить какую-то деревяшку или палочку с той стороны и прикватить эти скрепки клеевым пистолетом. Это тоже вариант. Так, секундочку, подсыхает оно и начинаем подводить все скрепки к листочку бумаги. Бумаги на всех почему-то не хватило. Немножко надо подвинуть. Так вот и последний. Прилепили. Главное поджать. Все. Видите, всех прижали. Все. Последним почему-то, правда, не хватило. Ну, сейчас я следующим листом их накрою и все прижмется прекрасно. Немножко пониже опускаем листик. Потому что скрепочки, вы понимаете, должны достаточно хорошо торчать. Чтобы наше вязание могло свободно помещаться на скрепках и не падать. Беру второй листик, немножко намазываю, даю подсохнуть. Уже не надо так сильно, потому что все скрепки уже прилепились. Мне надо просто зажать их между двумя листами, как следует. Теперь этот второй листик просто берем и прикладываем со второй стороны. Поджимаем это все. И даем им буквально чуть-чуть повисеть. Это нужно для фиксации с двух сторон, потому что у меня тут одна иголочка не прикрепилась. Минутку оно висит, буквально минутку. Снимаем и прижимаем. Потому что момент нужно как следует прижать. Мы все выровняли. Оно должно чуть-чуть прихватиться. Чуть-чуть буквально, чтобы мы могли снять и все было ровно. И сейчас будем зажимать между двумя деревяшками уже. Для того, чтобы выровнять ширину, берем наши линейки, вот так вот прикладываем и прижимаем. Потому что снимать это все пока нельзя. Оно очень плохо держится. Но зажать надо. У меня, видите, одна лишняя получается иголка. Ну ладно. В процессе производства выяснилось, что она не помещается. Ну, значит, не помещается. Вот, прижали. Если мы сейчас будем снимать вот в таком виде, мы можем уже, зажав между двумя линейками, я могу снять эти все петли, они не убегут. Если вы будете снимать вот так на бумажке, у вас все деформируется. Поэтому очень аккуратно, поскольку мне нужно все это приклеивать уже, зажимать и приклеивать. Зажали вот так вот деревяшками. Изо всех, изо всех сил вот так прижали пальцами. И только после этого можем аккуратно все снять. Вот. У нас получилась вот такая вот заготовка. Теперь я спокойно могу убрать машинку. Она мне пока больше не нужна. Все петли выровнены, они все на одном расстоянии, на каком нужно находятся. Главное, ничего не трогать. Убираем. Сейчас будем. И просто приклеиваем наши деревяшки. Все. Причем приклеиваем повыше. Вот так вот. Чем выше приклеим, тем легче будет вязанию помещаться. Приклеиваем клеем. Заливаем все отверстия. И можно просто его покрасить. Для того, чтобы это было как-то эстетично выглядело. Наш супер декер готов. Так вот просто он делается. Так, подсохла верхняя часть. Теперь берем клей или клеевой пистолет. И намазываем. Кстати, надо примерить. Нет, намазываем линейку. Намазываем линейку. Причем клей выступит и ладно. Ничего страшного. Это даже хорошо. Лишнее выйдет. Зато все остальное будет приклеено. Так, намазываем, намазываем. Главное, чтобы у нас клей прошел между железом. Чтобы соединить. Намазываем сразу и вторую. Потому что вы знаете, что клей должен подсыхать, прежде чем соединяться. Все должно быть замазано. Тут жалеть не стоит. Потому что если будет что-то где-то не соединено, вы понимаете, что при нагрузке оторвется и все. Поскольку это все-таки вещь самодельная, не промышленная. Но нам не надо, чтобы что-то отрывалось. У нас все должно быть крепко. Итак. Дальше. Беру нашу заготовку. Очень аккуратненько. Она подсохла уже. Но не сильно. И как можно выше приклеиваю. Чуть-чуть надо оставить. Видите, между... Между деревяшкой и железякой. Вот здесь вот чуть-чуть оставляю расстояние. Чтобы сюда я могла налить клея. И зафиксировать их. В скрепке. То есть здесь у меня все соединится. Поэтому вот здесь вот я опять намазываю. Просто вот между ними. Заливаю клеем. Проще это сделать с клеевым пистолетом. Но, во-первых, он не у всех есть. Ну, и сейчас у меня кончились стержни для него. Вот честно говорю. Поэтому пользуюсь тем, что есть. Есть у меня момент. Поэтому я пользуюсь моментом. Он ничуть не хуже. Главное залить вот эти вот места. Дали полежать клею. Соединили ровно-ровно деревяшки. И прижали. Все, наш чудо-ой-декер готов. Естественно, сейчас начнет клей выступать во все стороны. Его можно вытереть. Вот так. Вот сейчас мы все это подровняем. Отлично. Выравниваем со всех сторон. Главное, не сильно измазаться клеем. И ничего не перекосить. Все. Остается прижать как следует. Вытереть лишнее. И можно залить щели между линейками, чтобы их не видно было. Покрасить это все у вас будет профессиональный инструмент. Индивидуальный. Для вас подходящий. Для любой вашей машинки. Вы видите, что не обязательно это все покупать. Себестоимость такой линейки в районе 100 рублей. Все. Под вашу машинку. Мы сделали совершенно замечательный. Супер-декер. Любой величины. Вот вам. Пятиигольный, шести, десяти, как угодно. Можно брать линейки потоньше. Можно брать железные. Тогда у вас будет тоненькая конструкция. Можно брать вот такую толстую. Тогда она будет не сгибаемая, не убиваемая. Потому что согнуть вот эти две деревяшки просто нереально. Клей застынет между железяками. Поскольку делается все непрофессионально. Расстояние между ними разное. Оно намертво застынет. И не даст вообще шевелиться этим петлям. Поэтому все подровняли. Посмотрели еще раз, что все правильно. Можете для того, чтобы точно знать, что все правильно, навесить на машину и на ней высушить. Но сейчас главное это все зажать. Вы знаете, что зажимать надо изо всех сил. Поэтому оборачиваем пленочкой, потому что пленка не клеится. И наступаем ногами на нашу конструкцию. Даем ей минутку посохнуть. Все, все готово. Можно красить и пользоваться. Вот так выглядит наша с вами... Но я не назову это гартер бар, потому что гартер бар это все-таки запатентованное название. Наш большой декер. Имитация гартер бара. Он выполняет практически те же функции, за малым исключением. У настоящего гартер бара есть специальные пазы между... Внутри каждой вот этой вот иголочки, для того, чтобы можно было просто надевать их на иглы. У этого гартер бара, что называется гартер бара, такого счастья нет. Можно приспособиться, приноровиться, потому что при таком материале, если брать скрепки, видите, у них достаточно большое отверстие, можно приноровиться и в перевернутом виде надевать на иглы вязание. Но это гораздо сложнее, чем на профессиональном оборудовании. Но учитывая, сколько стоит наш и сколько стоит тот, ну, привередничать не приходится, что называется. Мы сделали имитацию, вполне себе, очень даже удачную. Из всех таких вот самоделок, мне вот это кажется наиболее удачной, именно потому что у нее достаточно широкие иглы. Они точно по иглам машины расположены, достаточно широкие вот эти вот иголки, они никуда не вываливаются. Еще такой совет по поводу склеивания. Поскольку клеевой пистолет и момент, все-таки клей мягкий, на момент соединения двух планок и скрепления вот этих вот иголок наших, так называемых, лучше использовать специальный состав, вот жидкий металл. Классная вещь, застынет, вообще не отдерете, никогда ничего не выпадет, потому что момент все-таки позволяет иметь небольшую, но свободу движения у иголок. Вот такая вещь, никакой свободы не даст, у вас иголки будут очень жестко закреплены между двумя линейками, никогда никуда ничего не вывалится и не загнется. Потому что здесь все-таки расстояние широкое и при частом использовании иголки могут немножко гулять в сторону. Если вы эпоксидкой поклеите жидкий металл, у вас никогда ничего никуда не перекосит, будет намертво держать всю жизнь. Скорее пополам сломаете, чем вытащите иголку. Вот такие вот советы. Вот такое в итоге у нас изделие. Вот покрасить. Клеевым пистолетом заклеить вот эти дырки, чтобы было эстетично. И никто никогда не скажет, что это такое. Что вы сами это сделали. Самое главное, что это можно сделать на абсолютно любую ширину. Максимальная линейка 50 см, две линейки берете, вам хватит практически на любое изделие. Но при большой линейке однозначно пользуются вот таким материалом, не клеем, не моментом. Вот. Момент приклеивания иголок и склеивания между собой двух линеек. Жидкий металл. Все остальное, когда мы только ровняем наши скрепки по ширине иголок машины, там момент вполне подойдет, потому что он их хорошо прихватит, и в то же время его можно будет прижать. Вот такие вот советы, рекомендации по изготовлению. Такой замечательной, очень полезной вещи, которая должна быть у каждой вязальщицы, потому что облегчает жизнь очень сильно, помогает во многих рисунках и во многих изделиях. Уанима смichла своими руками. Опять с Terminalмязи. Потой Tampa. Продолжение следует...